ну в предыдущих видео увидели он пенечек торчит там раньше росла береза старший сын и срезал вот и я тут пытаюсь сначала сделать навес а в дальнейшем скорее всего будет гараж и так что мы как бы тут сделали за сегодня и вчера и позавчера один стол поставили второй стол поставили третий стол поставили так в уровень сделали верхнюю часть так тут вот поставили еще один столб тоже его по уровню выставили буром просверлили в земле отверстия и засадили его туда так теперь наша задача вот этот вот столб немножко удлинить мы как бы уже поставили соответствующий столб который по которому мы сделаем метку вот сейчас попробуем на этот столб перекинуть вот те ту веревочку которая у нас уровнем считается вот и будем уже поэтому столбу отрезать вот этот стол серег поехал приступим короче очухнулся и чтобы здесь вот ниточку натянуть до того столбика у нас здесь куча веток мешает сейчас мы их удалим вот я уже начал удалять и натянем посмотрим что получается у нас ночью еще один день моей стройки постройка гаража продолжается в итоге вот не помню показывая или нет что я тут столбики поставил при по всему периметру столбы вкопаны остается сделать перемычки которые будем наверху и он уже там разложил сейчас буду как-то делать эти перемычки и насаживать сверху на столбики материал на самом деле не очень-то много чего-то короче медленно все у меня движется это вчера дождь был я натянул чтобы не заливала меня водой раз два три три перемычки поставили а вот 4 4 очень высоко и я вот уже заготовку сделал но я планировал у меня прям труба туда войдет но она туда не входит вот сейчас вот образец достал и буду растачивать отверстие чтобы она туда входила а то наверху там невозможно просто ничего сделать вот еще делаю я вибро стол уже как бы вроде основание есть все есть не могу понять что мне сюда внутрь вставить пока думаю пока мысли нету сначала изначально хотел поставить фанеру ну потом подумал что 2 фанера вся допустим я захочу песок просеять или там но грунт фанера не нужно надо будет открутить поэтому не сюда нужна какая-то сетка но пока думаю какая сетка чего ладненько продолжаем короче с младшим сыном приложили усилия и вот она балка уже на своем месте сейчас начну готовить перемычки ну и в общем посмотрим что будет так ну вот мы находимся в какой стадии там он швеллер везде протянул и самое сложное это на самом деле его поднять наверх поднять наверх и прикипеть прикрепить вот у меня остался последний швеллер который я сейчас буду крепить ведь я как делаю у меня там он сверху контроль к лежит я на нее одеваю стяжки просовываю двумя концами и потом стяжками подтягивать до того размера до которого мне нужно это плюс я еще подтягиваю вместе с этими балками потому что их потом туда не засунуть никак вот все это я делаю один на самом деле тяжеловато вот дальше в планах когда я закончу с этим я сделаю вы нас вот такой вот как здесь вот я сделаю вы нас с двух сторон тут и на том конце для того чтобы крыша чуть чуть дальше забора было чтобы как бы текло не на забор туда поле делать буду наверное вот из остатков вот этого швеллера мне как раз нужно 55 сантиметров я думаю что здесь хватает вот и потом наверное буду уже накидывать туда металл как это дальше будет происходить пока не знаю все это так у меня спонтанно как-то он появилась идея начал делать вот и соответственно как бы найдется куча народу который скажет да блин кто так делает так нет никто не делает я сам так по себе делаю единственное только вот у меня проблема вот с этим столбом он у меня просто стоит на земле и мне его надо будет либо как-то завариваться я уже тут подварился еще надо будет завариваться наверное к этому столбу как-то но все равно надо будет усиление ставить может быть даже между еще одну пущу и там еще одну пущу ну в общем короче как-нибудь попробую усилить наверное все таки это мало а то снег все это дело продает ну посмотрим продолжаем пока вот у меня косяк вышел только что короче полез я уже ее приваривать и тут я понял что она у меня короче на 6 сантиметров и вот чем мне нравится работать металлом я вот сейчас приварю это все дело отступлю 6 сантиметров и опять отрежу ведь как промахнулся а если в деревяшки так было я сейчас отрезал ну всего брусок или кто там доска была бы уже на выброс так ладно начну пока варить это у меня стол специальный шаблон это чтобы ровно приваривать но такие длинные расстояния я всегда варю в уголке сжимаю вот он выровнялся сейчас пройду здесь потом откручу и уже основательно проварю бывает такое это мой такой импровизированный сварочный стол тут я что-то арматуру гнул что-то еще короче в общем нет нет ковыряюсь на нем пришлось остановить постройку гаража я не особо сильно продвинулся вперед однако вот видите на какой стадии нахожусь тут уже отрезал вот где алюминиевая балка лежит вот тут еще одна перемычка должна быть но блин в дождь не полезу и не буду варить так ничего гараж мы встал вот на такой стадии теоретически почти все перемычки поставил единственная погода тут не позволяла вот тут внутри швы еще не прошелся и вот на этом столбе тоже не прошелся швы с той стороны проварил успел внутри еще нет выходные кончились значит будем ждать следующих следующие на самом деле если саморезы будут планирую подготовить все для того чтобы крышу как-то начать делать тоже пока неизвестно это просто это отломился у меня вот этот короче вот тут где я варил он у меня хлоп короче поехал покатать он у меня там пришлось переделать тоже долгое время варил потом что у меня у меня тут семейство появилось дров тут себя есть отложил вот так выглядит и периодически прилетает и все ну вот так то в общем горах выглядит соответственно я как бы прекрасно понимаю что то дальняя стенка она посередине держится столбом также как в принципе и это стенка держится столбом а вот этот и вот этот пролет он посередине ничем не держится и соответственно скорее всего я здесь буду какие-то усилители делать потому что не хочется чтобы зимой это все дело завалилась пока